Добрый вечер на телеканале НИКТВ. Время новостей. С вами Антон Липовский. И сначала по традиции коротко о самых актуальных темах к этого часа. Пьянство на снегу. Ситуация на дорогах осложняется не только природным фактором. Без их согласия ничего не начинать. Общественный совет возьмет под опеку архитектурные шедевры. Бег с закаливанием. Привержение здорового образа жизни ставит своеобразный эксперимент. Калуга в снежном плену. Погода в нашем регионе в связи со снегопадом, сильным ветром и обледенением присвоен достаточно высокий оранжевый уровень опасности. Столь же сложные метеорологические условия сегодня в столице Тверской, Смоленской, Тульской, Брянской, Орловской и Курской областях. В Калуге снегопад начался еще в полдень. Затем усилился ветер. Как сообщили нам в городской управе, сегодня днем борьбу с обильными осадками вели 70 единиц уборочной техники. Но все же из-за обилия снега и плохой видимости ситуация на дорогах была очень сложной. Но большого количества аварий удалось избежать. Сегодня еще все же день выходной. И многим жителям Калуги машины не понадобились. Городское ГИБДД на 7 часов вечера зарегистрировало чуть больше 40 ДТП. Это статистика обычного буднего дня. Состояние дорог сотрудники полиции оценили наудовлетворительно. По их мнению, работу чистящих машин сводит на нет непрекращающийся снег. Во второй половине дня на дамбе Ячинского водохранилища не разошлись легковушка и фуры с брянскими номерами. Из-за этого на выезде из города образовался большой затор. Отмечу, что во всех авариях ни погибших, ни пострадавших нет. По словам синоптиков, ухудшение метеорологической ситуации связано с изменением погоды. На смену морозам идет оттепель. В ближайшие дни будет тепло и сыро, температура продолжит повышаться, а снегопады сохранятся. Тяжело, конечно. Пробки на основных улицах. И, ну, сами видите, какая погода. Удалось где сегодня уже поездить? Сегодня были практически везде. Лени на улице, малиненькие, силикатные. Ну, в принципе, везде дороги. Такие, как и в городе. Я днем ехал на правый берег. Снега не было. Сейчас он пошел. Пока проснуться, пока Новый год допразднуют. И все. Москве-то чистить, но здесь я не видел даже больше машины. Даже по городу? Сложно. Конечно, сложно. Аварийная обстановка? Есть, там по дороге много аварий. Вот здесь, в Калуке. Зима, конечно, чистить надо, но у нас не очень работает, наверное, все. Праздники еще продолжаются. Сильнее, чем снег, ситуацию на дорогах осложняют нетрезвые водители. В праздничные дни их особенно много. По данным ГИБДД, только за 8 дней Нового года 164 человека сели за руль, выпив спиртного или отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Любители погонять под градусом не пугают невозможный крупный штраф и лишение прав не уже произошедшие трагедии. А ведь достаточно вспомнить о двух ДТП, которые произошли в первые дни января. В Тарусе пьяная женщина выехала на встречную полосу. Двое погибли, в том числе и ребенок. Четверо покалечены. В Кирове пьяный водитель врезался в продуктовый магазин. Машину отбросило на двух пешеходов. В результате один человек погиб, другой получил серьезные травмы. Арсения Яценюка больше нельзя воспринимать всерьез. Об этом написал на своей странице в Твиттере глава Международного комитета Российской Госдумы Алексей Пушков. Это реакция на заявление украинского премьер-министра, которое он сделал накануне во время рабочего визита в Берлин. Яценюк заявил, цитирую, Мы все очень хорошо помним, советское вторжение в Украину и Германию, и вторжение нужно, такого повторения событий нужно избежать. Вот такая трактовка истории вызвала шквал комментариев в поддержку Пушкова в соцсети. Абсурдное высказывание и очередную провокацию со стороны Киева, комментируют сейчас и многие политологи. Яценюк, делая подобные заявления, которые направлены на то, чтобы вбить клин между Россией и Европой с исторической точки зрения, то есть он здесь фактически заявляет, что Советский Союз в середине 20 века выступил не спасителем Европы от нацизма, а наоборот агрессором. Он здесь как раз продвигает ту точку зрения, которая характерна для англосаксонской группировки в мировой элите. С особой болью воспринимают новое трактование истории украинскими властями непосредственные участники тех событий. Николай Лин один из тех, кто защищал нашу родину от немецко-фашистских захватчиков. Недавно ему исполнилось 94, но это не помешало выпустить книгу «Записки сапера», где без прикрас рассказана вся правда о войне. Он рано потерял мать и с самого детства привык быть ответственным за окружающих. Сначала за братьев и сестер, а потом за всех, кого встречал на жизненном пути. Николай Ильин родился в Сибири, но армейская служба заставила солдата помотаться по всему Союзу. Война застала его на пограничной заставе неподалеку Львова. К тому времени Ильин уже командовал отделением саперов. По его словам, пограничники предчувствовали неладное задолго до начала боевых действий. Немецкие самолеты почти каждый день по границе или даже нарушая немного границы, летали по Эрсета. Но мы чувствовали, что не сегодня, не завтра война. Глаза начинают блестеть, а в горле ком. Ветеран не может без эмоций вспоминать о предательстве, с которым столкнулся на фронте. В то время, как солдаты голодали в окопах и ежедневно прощались с жизнью, некоторые жители перешли на сторону оккупантов и вышли встречать фашистов с хлебом и солью. Причем такие случаи были не только на Западной Украине, но и в Киеве. Одели лучшее платье, встречали, понимаешь, в Киеве. Николай Ильин прошел дорогами войны от первого и до последнего дня. Как сапер он всегда находился на переднем рубеже боевых действий и ни разу не допустил ошибки. Доказательство тому – тысячи спасенных человеческих жизней и десятки боевых наград. Надписи «Проверено Миннет Ильин» можно увидеть на многих зданиях и в Донбассе, и в Белоруссии, и в Прибалтике, и в Восточной Пруссии. А недавно Ильину позвонили из Севастополя. На одном из соборов нашли его полустертую надпись и намерены ее отреставрировать. Это еще одно напоминание о войне и о том, что каждый квадратный метр земли пропитан кровью советских солдат. Ввиду всего этого ветерану особенно обидно наблюдать за событиями в соседнем государстве. Что это такое? Это национализм. Что это такое? Значит, все должны говорить по-украински. О, что это? А, целые области, возьмите, Луганскую, дальше Днепропетровская, дальше, значит, Донбасс. Все это от России взяли и присоединили к Украине. Рассказывать об истории и о том, какой ценой досталась победа над фашизмом, ветеран читает своим священным долгом. Недавно Свет увидела его книга «Записки сапера», в которой он без претензий на красивые формы рассказал о страшных событиях, свидетелем которых стал. Всю жизнь, с детства всегда гордился своим отцом. Таких отцов, ну, редко бывает. Я всегда его уважал. Как выжил, не сломался и не сошел с ума. Владимир Ильин утверждает, что его отец неисправимый оптимист. И даже сейчас, когда ему пошел уже 95-й, он не прекращает выискивать позитивные стороны жизни. Одно из последних увлечений – поэзия. През ко всему настроение помогает поднять любимый Несквик и вкусные печенья. Николай Ильин уверен, черные полосы не могут длиться долго. Рано или поздно обязательно наступает просвет. И он уверен, что в будущий год будет, несомненно, лучше, чем предыдущий. Анастасия Юрко, Юрий Хвостов, телекомпания НИКО-ТВ, Сухиничи. Общественников привлекут к решению архитектурных вопросов. Прежде всего, это касается облика старых зданий, расположенных в центре Калуги. В городское праве решили создать общественный совет, с которым будут согласовывать все работы по реконструкции и капитальному ремонту. В совет войдут люди, которые знают и любят старый город. К радости нашей великой произошло осознание и наше понимание с властью того момента, что должен быть в городе, наконец, создан общественный совет. Одно дело, группа по сохранению исторической памяти, а другое дело, общественный совет, к мнению которого строительные организации ЖКХ будут прислушиваться в отношении того, как поступать с домами старой Калуги. И мы бы очень хотели, прежде чем решать вопрос судьбы какого-то исторического здания, должно по этому поводу быть мнение общественного совета. Для этого он и создается. Налог на собак. Депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга еще до Нового года внесли в Госдуму законопроект, предлагающий ввести налог для хозяев четвероногих. Согласно ему, за каждое животное владелец обязан платить тысячу рублей в год. В предложенном законопроекте предлагалось ввести еще и ряд ограничений, однако на федеральном уровне такую инициативу раскритиковали. Затем, как живется четвероногим в нашем регионе, в течение всего года наблюдала наша корреспондент Ирина Журавлева, ярая зоозащитница и владелица золотистой миры. Не знаю для кого как, а для меня год 2014 был годом собаки. Именно в этом году на нашем канале появилась рубрика «Зоолик без». Сначала в утреннем эфире программы «Легко», затем в вечернем эфире программы «Главное». Такого количества собак в нашей студии не было еще никогда. Мир, ты помнишь, как ты была звездой? Помнишь? Нет. Ох ты, здорово! А под музыку, наверное, будет красиво. Ты, как автор рубрики, какую основную мысль хочешь до людей донести? Мне очень хочется, чтобы люди были более грамотные, и существование животного и человека было более комфортным, наверное. Закон об ответственном обращении с животными. Главное событие этого года в мире калужских собак и владельцев. Мир, ты знаешь, что теперь везде и всегда ты должна ходить вот в этом? Не нравится? Закон вызвал очень много споров и вопросов. Там много положительных моментов, касающихся собак, которые находятся безнадзорно. Там, да, по усыплению, там по содержанию, по приютам. А для домашних животных, вот для тех людей, которые содержат вот маленькие породы, там или большие породы собак, то там очень много упущений. Есть моменты, которые можно подкорректировать. Было бы, если бы у нас было время побольше и был бы проект пораньше на руках. И опять же, скажем так, здесь сказали, а почему вы не вступили в открытое обсуждение этого закона? Ну, а кто приглашал? Где была информация? В городе нет ни одной полноценной площадки, где мы бы могли животных наших выгуливать. Животным, опять же, учитывая их интересы, коль мы тут собираемся защищать их, необходимо бегать, необходимо двигаться. Опять же, чтобы они были социализированы, чтобы они адекватно себя вели. Уже в декабре этого года, под Новый год, собаковладельцы Калуги получили таки шикарный подарок. Его сделал частный инвестор при поддержке города. Первую площадку для дрессировки собак со снарядами на берегу Ячинского водохранилища. Нет плохих собак, есть плохие хозяева. История, поразившая не только Калугу, но и другие города. Страшная находка в стенах квартиры на Моторной, в которой хозяйка устроила настоящий концлагерь для животных. В подъезде и на улице волонтеры, неравнодушные калужане, соседи. Приготовлены переноски для животных, машины, предупреждены доктора одной из калужских ветклиник. Сколько четвероногих за дверью, неизвестно. Но уже сейчас понятно, что нужда в передержках острая. Вот он, момент освобождения. Здравствуйте, судебный приз. Что за дверь стоят? А это нормально, наверное? Вот первая курсия, да, что в вашей квартире необходимо животных. Скелет вообще, скелет. Пока хозяйка квартиры сопротивляется, припирается и кричит, волонтеры выносят животных, выносят коробками. Некоторые из собак не могут двигаться. Истощенные, обезвоженные, в фекалиях. Практически все породистые. Кажется, что живому грузу нет конца и края. 15.30. Животные погружены в машины. Судебные приставы в квартире завершают оформление документов. Еще через 15 минут машины подъезжают к одной из калужских ветеринарных клиник для первичного осмотра. Судьба центра для реабилитации диких животных «Феникс» – еще одна тема, волновавшая неравнодушных калужан весь год. Где будет находиться «Феникс»? Будет ли у него своя территория? В Ване, в результате огнестрельного ранения в прошлом году, в Резване, это запуталось в браконьерских сетях. Поломала ногу, ветеринар собрал, но неудачно, ветеринар неопытный, фельдшер сельский. Вероника Матюшина – единственный в области человек, который помогает пострадавшим от цивилизации диким животным. Кроме нее, обычного школьного учителя биологии, у этих бедолаг нет никого. Уже много лет она бьется над тем, чтобы получить для центра нормальное помещение. Закрытый корпус на большой территории, на который можно будет поставить просторные вольеры. Финансируется «Феникс» исключительно из личного бюджета Вероники. Помогает семья и ученики. Кормлю я, убираю я, чищу я, помогают дети, естественно, когда можно детям поучаствовать. Я считаю, для них это важно, видеть именно таких животных, не выставочных красивых, а животных, которые пострадали в результате деятельности человека. Главное, что пытаются донести до калужан Вероника, охрана и защита природы заключается в том, чтобы в нее не вмешиваться. Диким животным человек не нужен. Единственное, чего они хотят, чтобы их не трогали, а мирно жили рядом в гармонии. Мира в этом году получила свой первый титул, стала юным чемпионом России. Выставки животных, для чего они нужны, что они дают. Мы разводим собак для какой-то цели. Люди берут их просто, да, подержать, но чтобы это животное отвечало по здоровью, по экстерьерным своим каким-то качествам, по нервной системе, по приспособленности. Да, есть собака компонентная, есть собака для спорта. Люди, которые берут чисто для спорта заниматься. Но тем не менее, чтобы ее применять в спорте, она должна иметь ножки, ручки, голову, хорошую зубную систему, чтобы задерживать нарушителей. Породность – высшее проявление породистости. Именно на выставке, которая является зоотехническим мероприятием, животное получает либо оценку «отлично» – титул и звание, либо дисквалификацию и не допускается к разведению. Последний момент очень важен. У нас есть такие две категории, когда заводчики – профессионалы и разведенцы. Разведенцы – самое страшное, когда люди получают всего одну оценку на выставке и потом начинают вязаться с кем попало и как попало. Поэтому отсюда получаются неадекватные собаки. Не собаки виноваты, виноваты люди, получается, в этом момент. Заводчик настоящий, он отслеживает все свои пометы. Он смотрит, что подошло, что не подошло. Потому что, вы понимаете, каждая вязка – это на самом деле очень сложно. На протяжении веков люди формировали породы, отбирая различные качества, чтобы существование человека и собаки рядом было комфортным. Приобретая щенка у разведенцев, мы позволяем этому кропотливому труду пойти на смарку. Породные животные получали на выставках титулы, а беспородные искали дом. Впервые в этом году в нашем городе прошла выставка «Раздача кошек», организованная калужскими волонтерами добровольческих движений «Четыре лапы» и «Зоусоюз». Мне очень понравилось, что еще за полчаса до открытия приходят несколько женщин, они подруги, я так поняла, такие, мы хотим взять кошку, мы хотим выбрать. А где ваши кошки? А мы еще даже не расставились. Я говорю, ну подождите, там у нас 12 только начало. Вот они уже сознательно пришли даже пораньше, чтобы был побольше выбор, там выбрать кошку. Вот долго ходили, потом уже, когда мы всех вытащили, выбирали, выбрали и самые первые вот ушли с кошкой. Люди просят, чтобы это проходило регулярно. Я не знаю, получится ли у нас это регулярно, вот, но нам бы хотелось, конечно. Любите ваших животных, а главное, ухаживайте за ними правильно. Пусть в наступающем году ваши питомцы будут здоровыми, счастливыми и радуют вас. Мороз и солнце – день для лыж. Пока погода позволяет, любители проложить новые маршруты и пробежать по уже накатанным не упускают возможности и пользуются новогодними праздниками по полной. Но, как показывает практика, не все знают, какие лыжи купить, где кататься и во сколько это все обойдется семейному бюджету. Узнать обо всем в подробностях решила наша съемочная группа. Пора вставать на лыжи, решила моя коллега Анастасия Юрко. Привет из советского прошлого или недостойно забытый пункт, где можно взять во временное пользование даже утюг. Бытовой прокат в Центре экологии предлагает самые демократичные цены на технику, туристический коврик, палатку и, конечно же, лыжи. Те, кто пользуются прокатом, все удивляются, что мы еще существуем. Хотя у нас один пункт проката из 13 остался. Берите паспорт с калужской пропиской и отправляйтесь в прокат. Вот такая пара с ботинками вам обойдется в 75 рублей в сутки или почти в тысячу, если возьмете за месяц. Детский зимний инвентарь еще дешевле. Пользуйтесь аккуратно и не забудьте вернуть срок, чтобы не платить неустойку. Если вы уже отвыкли от коллективного, то вам тогда в магазин. Главное не затеряться в многообразии. Здесь лыжи и ценник на любой вкус и кошелек. Есть и более 30 тысяч рублей. Но пугать зарано. Если человек делает первые шаги, то, конечно, не стоит сразу смотреть на такие цены большие. То есть можно ограничиться лыжами буквально за полторы тысячи. Если это будет классический ход по лыжне, например, кататься в бару, лыжи существуют для этого, опять же, с насечкой, то есть чтобы не использовать лыжную мазь, чтобы не было отдачи назад. И в лыжне при недостаточном количестве снега на них довольно удобно и комфортно кататься. Так, скажем, передвигаться. Что касается обуви, то она под стать лыжам. Самые дешевые ботинки стоят от тысячи рублей. Средний вариант – около трех за пару. Ботинки с некой манжетой для конькового хода. Они немного дороже, но это уже немножко позволяет фиксировать ногу в правильном положении и научиться даже просто коньковому ходу у них реально легче. С лыжами или без лыж новичков, любителей и профессионалов всегда ждет орленок. В свободное от чемпионата время здесь можно кататься, пока не надоест. И даже ночью. Со своим инвентарем бесплатно. Лишь символическая плата за свет. Аренда обойдется в 200 рублей в час. Кто-то попробовал у нас, в следующий раз покупают лыжи свои и катаются на своих лыжах. Ну и у нас, как бы, клиентов не убавляется, а наоборот прибавляется. Мы очень часто приходимся так катать. Нам здесь очень нравится, замечательная база, совершенно доступна и качественные горки. Есть в Калуге и место для катаний, которое с удовольствием посещают даже искушенные. На горнолыжный комплекс можно приехать налегке, одеться, обуться и вдоволь насладиться зимним экстримом. Комплект лыжного оборудования в будни обойдется в 550 рублей, а в выходные чуть дороже. Плюс надо будет заплатить за подъемник. Любой желающий может прийти, абсолютно неподготованный человек. Для этого есть прокат, где он может взять лыжи, бор, палки, сноубор, что угодно. И также взять инструктора, который будет его обучать. И я в основном езжу сюда из Москвы. То есть, когда я приезжаю из Москвы отдыхать сюда, я иду сюда, потому что в Москве времени на горные увлечения у меня нет. В горнолыжном комплексе четыре горки, которые каждое утро тщательно готовят. Спортивное развлечение здесь найдется каждому. Большой склон и лыжи оселить нам пока не под силу, но прокатиться на таком чуде, пожалуй, может каждый. Поехали! И не забывайте, что занятия на свежем воздухе укрепляют мышцы легкие, в жилах начинает бурлить кровь. Лыжники спят, как младенцы, чувствуют себя бодро, а главное – излучают оптимизм. Анастасия Юркович, Слав Долгопятов, телекомпания НИКО-ТВ. Бегать зимой не только на лыжах. Калужанин Дмитрий Покревский еще до Нового года в нашем эфире приглашал всех желающих 2015-й встретить праздничной пробежкой 1 января. Сегодня его новое видео-агидка появилась в интернете. В ролике Дмитрий в 15-ти градусный мороз совершает пробежку в шортах и майке. Видео не осталось без внимания, собирают все больше просмотров. Таким образом, Дмитрий и сам спортом занимается, и других к нему приобщает. Как признается сам спортсмен, после 20-ти минутной пробежки руки у него все же замерзли. Пришлось надеть куртку. И на этом наш выпуск подошел к концу. Вам крепкого здоровья, берегите себя, до встречи на НИКе.